всех приветствует так блин дверь замкнута и все решил я выбраться друзья на прогулку по поводу последнего дня 2021 просто прогуляться подышать свежим воздухом погода обалденская сегодня наконец выходной врача у меня выходные уже как бы средства но я вам горилл я выходные брал просто те которые пропадают ну про систему там отпусков я вам рассказывал в принципе я их муха не брать муха брать короче все равно они завтра их уже как бы не будет поэтому все равно были проекты которые надо было до нового года завершить и там пару дней все-таки еще пришлось немного работать не то чтобы там большой напряг ну заканчивать какие проекты поэтому блин увидите вот это реально лед получать и как здесь ездить это намерзло всю за ночь вчера было более-менее в общем это как начались эти снега то есть первый день более-менее можно было проехать потом два дня было вообще чисто гололед не было плюсовой температуры и вчера вот единственный день под вечер более-менее все растаяло я смог проехать там кое-какие дела сделать сейчас блин как надо да я пошел еще думаю если пойду на прогулку по пути так еще мусор выброшу сейчас у меня просто микрофон я не хочу чтоб тут у меня все провода оторвались видите мусорка уже какая переполненная это ну для переработки тоже пластик бумага сейчас еще почту за одну гляну ключи я взял сейчас наверное тоже так и не знаю сколько но по ощущениям где-то но если солнце не было вообще было холодно наверно сейчас все равно где-то минус 1 муж 2 одну только письмо не знаю что за письмо потом ладно почитаю наверно с новым годом опять всякая реклама так да выбросили ну то есть как бы солнце светит но сейчас мне кажется все равно мороз что видно что-то и лед не тает какой мороз может 12 градусов так на ночью по-любому было минус как просто рано проснулся блин на лицо да и руки реально отчет замерзал шума дети может и не очень-то это идея это прогулки вот в общем как получается проснулся да я рано но особо как еще не проснулся думаю немного постремлю где-то я с утра не знаю может час-два у так стремил еще был как бы в сонном состоянии тоже там пока кофе попил потом проснулся позавтракал подождал российский новый год тоже там пару стримов посмотрел на ю тубе ну так кусочками ну и это самое думаю все что завтра уже 2022 то есть сегодня последний шанс насладиться 2021 годом подумать о чем-то подвести какие-то итоги ну как это обычно происходит люди все ждут ждут новый год а тут не успеваешь заметить он уже весь год пролетел принципе каждый год так и происходит сколько уже прошло лет ничего не меняется но видите вот тут вот как ходить то есть это весь снег здесь тоже уже не хочу повторяться сегодня на стриме про это говорили здесь не особо вообще в это климате не особо бывают зимы тут снег даже не каждый год выпадает ну и лежит он так чтобы большой снег был ну какой это снег это разве большой не поэтому получается что сейчас поэтому здесь как я вам говорю особо нету бюджета на чистку снега тут может пару машин есть на весь город ну а как они тут чистят они просто этот весь снег с дорог сгребают на обочине ну и как тут ходить теперь здесь типа дорога для пешеходов и шоу это просто весь замерзший лед и все мусор поставили для машины ну огню к примеру у ту дороге это я видел вот эти машины они там ездят а типа по фривэм и по главным дорогам по таким дорогам там внутри районов они не ездят там везде как есть так и есть гололед может вообще снегом все завалены быть ну то есть для этого мы объясню вам кофиг до этого если вы считаете что может ваша поездка на работу представлять какую-то опасность вы спокойно просто на работу не едете все вам как бы ничего за это не будет потому что просто на работе горите дороге не чищены я не поеду да и все вот кому-то из дома разрешат работать кому-то просто на выходные дадут и все было даже оплачиваемые я не знаю как это делается помощью я просто знаю что первый день снега рабочий день был но половина магазинов не работала просто потому что продавцы не проезжают и все потому что тут же не только связано с тем что дороги так бывает вот когда гололед был там школа не не работали например детские садики не работали значит родителям надо самим с детьми сидеть то же самое они на работу не идут ну вот это реально здесь сейчас реально сейчас здесь лед не просто идешь как по ледяным сугробам так блин надоело мне идти по шуму давайте пойдем ну туда же пойдем в центр просто пойдем в эту через вверх там может машины поменьше шумят заодно посмотрим красоту реки красоту снега ну здесь уже смотрите снег такой реально чистый глубокий и это самый белый белый а вот смотрите как красиво вот она друзья природа ты тут живешь а мне говорят шумно машины машины есть до днем днем ты обычно на работе тебя по барабану как только проходит час пик там пять-шесть часов так уже машины нет никаких ночью люди никуда не ездят а так все он смотрите за рекой там уже ничего нету то есть в основном там лес и все лесу я недавно видел записал даже на видео но не выкладывал то видео до вчера кстати было ну да я вам говорил единственный день когда под вечер вроде солнце растопило этот снег я думаю поеду прокачусь на меня там над было там тоже долгая история не хочу это все рассказывать наше видео записывал там все это рассказывал но я его потом решил не выкладывать ну очень долгое было и там реально что-то на час потому что ездил далеко много нам все рассказывал но как бы новый год проходит вернее старый год проходит а сейчас новый год уже как-то старые видео новый год не охота выкладывать тем более эти болтологии но я думал там назвать типа последнего болтология 20 21 ну там получилось реально долго ну я успел съездить там заканчивать кое-какие дела тут и там и да и видел лесу она дорогу перебегала ну не знаю может еще там пару видео на платном разделе выложу тоже посмотрю так заранее обещать не буду но хотел посмотреть что в центре происходит . здесь там какие-то праздничные украшения и гуляния есть что-то такое ли ни фига нету то есть вот здесь ну вот типа главная самая улица ну то есть вот ну как самое главное это типа старый центр где раньше был центр города до того как он разросся то есть вот по этой улице все магазины там идут смысл чем вот этого здесь не было вот этих штук еще когда я записывал когда-то давно тут прогулку по городу это поставили только когда карантин начался для чего то есть они эту дорогу перекрыли это связано не со стройкой а видите для того чтобы на дороге поставить вот эти скамейки вот эти домики вон те типа чтобы поддерживать бизнес потому что когда был карантин ну нельзя было сидеть в помещениях они вот эти все бары ну там у кого кафешки штопы выносили все на улицу вот ну как бы здесь нормально люди сидят в принципе по вечерам ну как сказать не за не миллионы там людей ну сидят то есть вот у вас как типа отдельная такая видите как кабинка ну это понятно все как временные постройки вот их как типа временные сделали вот они два года тут уже и и стоят и вот это все старый центр что тут было сейчас конечно здесь ну не такое движение да ну как в принципе тут город то был маленький тут двадцать тысяч было сейчас шестьдесят тысяч в три раза разроса поэтому понятно тут места стало не хватать и они перестроили тот центр и сейчас как бы центр там считается но там какой центр здесь же все равно как бы такого центра как у нас нету даунтаун называется просто здесь все равно как в основном людям что в центре надо ну например магазины да магазины они здесь все все равно как бы на плазах находятся а именно прогулки все равно люди там идут куда-то в парк а если так погулять вот для удовольствия как я тут в принципе все равно что по этой что по той улице гулять но сейчас пойдем и про то фу пойдем и по той тоже пройдемся посмотрим так ну вот здесь видите все тут уже чистили вот ну то есть эти вот эти машины проезжали но они снег просто загребают на обочине да и все здесь к примеру не уже никто не чистил и хотя здесь люди постоянно ходят видите все равно все покрыто снегом и льдом потому что ничем не посыпают ничего это ну оно может и к лучшему потому что вас ходить никто не заставляет просто этот снежный период можете дома отсидеть вот хонда как у меня только серая видите церз прикольные машины не знаю зачем их с производства сняли мне они очень нравятся они в японии даже были машина года в каком-то году но японская версия чуть другая у японской еще задние сиденья есть и люк а в американских нет ни задних сиденья ни люка ну японцы просто и меньше по размеру здесь видите каждый должен сам себе чистить чувак вышел чистить свой этот двор вот тут кто-то почистил а тут мечейная какой-то банк никто не хочет чистить такое дело тут люди в эту булочную стоят на очередь покупать хлеб так ну вот тоже вот видите когда я вам говорю когда я приехал тут ничего не было там сейчас какая-то стройка здоровая какое-то дерьмо построить явно вот но вот эти вот здания здесь не было их то есть здесь были обычные одноэтажные я сюда ходил здесь пиццерия была папа джонс вот потом ну и все такое было одноэтажная типа такая плаза небольшая и вот этой дороге вот где я сейчас иду этого ничего не было то есть сюда все уже настроили то есть вот не вот этой мостовой не было ни вот той дороги то есть там обычная была двухполосная у меня может это даже и на видео где-то есть старая дорога да вот сюда я ходил в этот был обзор этого мини ресторана не помню какой ход то 16 17 где должен быть на канале вот ну и вот такой сейчас центр то есть уже здесь построили видите многоэтажные здания но они все равно ну такие же конструкции деревянные то есть там каркас может быть алюминия там немного кирпичами обложено но это что же сами дома все равно такие же точно деревянные как дома как трейлеры тоже я вам в прошлом видео прогулка это рассказывал что тут все строится по-другому тут планируется на 25 лет через 25 лет это все снесут и построят уже там небоскребы такое ну если здесь развитие будет ну вот магазин открывается видите чисто электровелосипеды вот раньше были велики магазины сейчас уже электровелики вот ну тоже здесь в основном все новое то есть вот эти электровелосипеды вот фирмы какие-то идут по первому этажу а второй этаж это все апартменты ясное дело ну и цены там как в космосе что-то когда коронавирус там цены чуть подупали типа и до полторы тысячи до 1900 падали вон эти электросамокат стоит я не знаю кто на нем по снегу будет кататься ну вот это вот эти которые через телефон работают вот а сейчас обратно все вернулось сейчас там уже апартменты эти две пятьсот две девятьсот такое ну прикиньте в месяц снимать или за трейлер семьсот платишь люди же пишут которые не понимают ничего так в трейлере лучше жить чем в этих грёбаных апартментах тут ты нигде не запаркуешься посмотрите парковка вот где у людей машины вон стоят эту херню типа сделали для паркования только параллельный паркинг и ты еще должен найти если место запарковаться знаете а если мест нету то хрен его знает где вообще парковаться даже центр теперь ну такое так ну чё то ой новогоднего мы ничего не видим да я думал тут ёлки какие-то украшения ну тоже вот эти вот красивые фонари чугунные вот это вот эти светофоры да они все тут на кнопках были ну их во первых было меньше во вторых каких-то местах этих светофоров вообще не было ну и в третьих их все равно поменяли на новые а такие без кнопочные вот как у нас раньше были в Советском Союзе здесь я такие видел только в крупных городах где там ну вернее именно вообще в городах городах где там постоянно люди на улице идут потоком там такие да по времени а везде в остальных местах я только на кнопках вот тут тоже видите вот это же обычные дома жилые ну их видите уже всех попродавали тоже под бизнес под коммерцию там какие-то фирмы сейчас находятся ну это как я в Каролине и хочу делать у меня же тоже дом жилой но сейчас он все уже коммерческий буду там строить офис люди тоже говорят там шум дорога ну так это для бизнеса как раз таки хорошо что там много машин много клиентов значит один офис может быть сделаю под аренду один может для себя или два под аренду не знаю а если бы это было где-то там в лесу в глуши где машин нет нафига там кто-то туда никто не поедет ну и там ты его в коммерческий участок не переведешь никогда потому что тебе не разрешат вот а на главной улице спокойно но только там как бы и участков то нет а здесь какой-то кофе видите у них тоже это нужно заказывать через разговор вот ну что друзья сказать про 2021 я знаю что вы в комментах спрашиваете а ну ладно ну хорошо тогда как бы я просто не знаю уже середина времени я просто знаю что многие люди они смотрят там начало и конец посередину перематывают ладно тогда все поздравления с новым годом перенесем в конец а в начале тогда ну в середине как раз где никто смотреть не будет здесь тогда ну как то есть итоги года ты подводишь да 31 декабря ну какие по сути итоги город опять город год опять выдался вот этот коронавирусный карантин целый год ну в общем я годом очень доволен я вам говорил как и предыдущим во первых ну наше дело которым мы занимаемся это акции инвестиции все это было в росте очень хорошие очень хорошие были показатели по результатам покупка нового трейлера с участком в Каролине это тоже как бы по большей части результат удачных инвестиций ну ну как удачных не в том деле что не в том смысле что ты удачных инвестировал а в том смысле что рынок в общем шел все время в рост весь этот год крипта во сколько раз выросла во сколько раз там акции выросли недвижимость то есть как бы по ну вот по части инвестиций я считаю все очень удачно потому что ну это просто сейчас временно так такое не бывает всегда и не было раньше в будущем не будет просто это пока есть такой период ну надо им пользоваться или был вот поэтому как бы поэтому было отдельное видео что я вам рассказывал все поросло поэтому ну я сделал небольшую подстрижку активов и небольшую как бы докупку в портфель недвижимости ну и плюс основная конечно причина это как бы возможно буду еще рассматривать вариант переезда но это так друзья 50 на 50 даже не дело в том что там по зарплате я еще сам не уверен понимаете что как бы я хочу так рано туда переезжать все таки это ну место и сравнивать сиэтл но это конечно все равно что там москву и деревню какую-то сравнивать понимаете понятное дело там природа охота рыбалка океан это все лучше в Каролине да но я имею ввиду именно охота рыбалка океан по красоте природы нет но климат там лучше лучше климат лучше может быть живность охота лучше то есть ну сами видели олени там индейки это все стадами ходит прямо у тебя по участку вот но по красоте все таки тут конечно красивее если природу смотри там горы реки океан это все здесь более красивое но здесь холоднее но то же самое как бы снег я считаю это очень круто потому что как тоже всю жизнь жить без снега это ты с ума сойдешь а этот снег ну вот этот такой снежный запах морозный тоже как его передать словами это не передать так надо здесь переходить идти обратно ну то есть наши основные дела то что касается инвестиций в этом году я считаю все было хорошо но не факт я вам говорю что в следующем году будет что-то похожее потому что мне кажется что ситуация близится к развороту но тоже как бы здесь невозможно угадать вот еще разогнался переход горит он летит таксист какой-то ситуация да близится мне кажется к развороту рано или поздно но тоже она может к нему идти еще и годами к этому развороту потому что видите только вроде бы все начало меняться тут раз вот вам пожалуйста микрон да ну предсказать ни один человек это все не может что будет в будущем потому что это я вам еще говорил когда коронавирус только начался что эта история никогда не закончится а люди тоже там горели да чего там сейчас там три месяца полгода сделают прививку все оно пройдет ну и по факту ничего и не прошло в многих сейчас регионах только пики заболеваний только сейчас по статистике начинается ну да но сейчас так не выглядит потому что народ просто привык ну по сути то же самое все работают с дома в магазинах все в масках в ресторанах по только к видной этом карточке можно зайти ну то есть если у тебя прививки есть хотя пульс это с и прививок нету извините вот ну правда если так уже чтобы смотреть более объективное то они там не смотрят конкретно кто ты что ты показал любую бумажку сам на принтере можешь распечатать и пусть от тебя то есть им вообще пофиг ну наверное положено знаете проверять они скажут ну мы проверили он что-то там показал но они абсолютно не смотрят ни айди у тебя не спрашивают ничего не маску снять то есть может это не ты друга взял эту карточку показал я вам говорю на ксероксе сделал или там сам распечатал они вообще не смотрят что-то показываешь они даже не обращают внимание что-то им показал ну и фотку с телефона можно показывать но это в принципе почти с любыми документами сейчас так вот ну поэтому как бы мы не говорим здесь о каких-то прогнозах для этого наверное будет другое время все поговорить обсудить но мы говорим об итогах прошедшего года как бы по инвестициям как я вам говорю доволен по небольшим инвестициям таким как майнинг ну на данный момент как бы тоже доволь все карточки как бы окупились все работает крипто курс хороший ну уже не на пике но как бы все равно больше чем в два раза дороже чем в начале года поэтому все это тоже лучше чем в два раза дешевле правильно в нашем деле главное не заработать а не потерять тоже как говорят люди кто много лет занимаются ну заработком с таких тем всяких инвестиционных вот по крипте это как бы тоже нормально но по недвижимости вообще без разговоров потому что я им говорил что тот участок я вообще покупал ну просто у меня как бы инвестиционное такое врожденное чувство а сейчас по факту он уже стоит ну вот самый первый который я покупал он стоит уже по факту там ну очень как больших денег то есть я вам говорю реально что через там пять лет он может миллион стоить и это как бы никакие не шутки это факт потому что здесь ну пять лет назад посмотрите сколько стоили участки и сколько они сейчас стоят ну ну даже то же самое трейлер когда я брал я убрал за 12 тысяч не торговался может и за десятку могу взять если поторговался а сейчас он сотку стоит ну так же и там население очень быстро растет так люди из больших городов мигрируют маленькие города с хорошим климатом чтобы работать в онлайне но не жить там где много народу где зараза все это коронавирусная где погода хорошая поэтому там цены это по-любому я думаю в будущем ну в перспективе будут расти там ближайшие годы может знаете еще будут туда-сюда скачки но по факту если смотреть то недвижимость надо покупать разумно не спекулятивно а с ну как бы с взглядом на несколько лет там пять десять лет минимум смотреть что будет через это время ну пока как бы вот это все нормально ну трейлер тоже вы все видели трейлер тоже нормальный вот участок в принципе ну это вот что касается так да то на работе особых изменений нету потому что в офисе я за два года только раз был когда у меня что-то лэптоп накрылся надо было съездить чтобы это у нас есть специальный департамент который занимается всякими этими проблемами ремонтом там такое вот ну а так вроде бы тоже каких-то там супер изменений нету ну не знаю может зарплату чуть повышали я просто не помню не следил за ней вот вот ну да ну то что касается трейлера старого светля тоже изменений не было по нему то есть как все было так и есть в принципе каких-то ремонтов вложений ну кроме холодильника да я больше не дел ну единственная уборка немного затянулась потому что то лень то короче оно не работает получается ты вот там убрал эту уборку потом там какое-то время прошло раз опять бардак потом убрал опять бардак ой ой так еще машин нету можно идти насколько что можно ждать вот по трейлеру тоже как изменений нету ну что у нас еще было то что касается ютуба до в этом году ну ну youtube вообще стал намного сложнее конечно чем раньше и это все понятно больше все становится сложнее все развивается но если смотреть до штамп 5 10 лет назад то конечно здесь не только то дело что больше стало зрителей но намного стать больше стало блогеров намного больше стало контента качество контента сильно росло плюс требования зрителей сильно повышаются ну то есть такое получается что ну например такие видео да там пять лет назад это считались бы там ну вполне себе достойной а сейчас мне пишут что такие качества плохой звук плохой короче раньше там я помню вообще в 360 из 720 выкладывали и все было нормально если там 1080 уже о том шикарное качество шикарное качество такое было ну и как бы сейчас ну ситуация наш в принципе не только у меня то получается я смотрел ну там обычные каналы из канала 3 миллиона например у них на видео просмотров 20 тысяч 40 тысяч вот такие вот просмотры ну то есть многие каналы которые раньше популярные были они сейчас как бы уходят в прошлое некоторые полностью исчезают ну многие каналы новые появляются разрастать ну то есть обычная жизнь ночью на моем канале смотреть ну смотрел я статистику правда не вчера на днях смотрел за год там по моему 1700 подписчиков у нас добавилось ну я считаю неплохо где-то по сто 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 пятьдесят средний в месяц просмотров очень много не помню полтора миллиона за год всего просмотров по деньгам ну по деньгам я вам говорил с youtube этом особой прибыли нету так чтоб свои расходы купить ну как я вам горел так и есть где-то в районе двух тысяч за год но это еще отсюда налоги надо заплатить потому что вам недавно а смотрите здесь вообще все закрывали а раньше я тут ходил помните вот это вам показывал вот это все тоже новое вот эта дорога вот эти штучки а там что-то уже строят видите если это новая херня и уже маркетрейт апартменты короче здесь апартаменты будут а здесь такой типа мини парка видите был не будет уже никакого парка маркетрейт апартменты будет то здесь теперь и пройти даже нельзя раньше здесь ходил спокойно а теперь чтобы пройти надо на ту сторону переходить здесь уже так просто видите не перейдешь машин до сюда хотя можно в принципе перейти сейчас то нету никого вот баскин роббинс там но это все было но вот здесь тоже вот это вот площадь еще то ли не продали и то ли они решили что тут делать пока не строят ничего а там уже все видите это площадь она долго пустая было несколько лет здесь получается бизнес а уж и здесь какие-то короче кабинки здесь мыло продают короче ну типа какие-то мини бутики такие деревянные построили тоже люди говорят вот фармерс маркет написано там апельсины продают какие-то тоже он фрукты тоже говорят это самое вот там трейлеры деревянные бомжи вон магазины в таких каких-то сарайчиков делают еще нормально америка здесь никто не заморачивается такая супер там фешенебельность никому не нужно сидела в локации а ну вот эти вот видите новогодние типа украшения но сейчас ничего не видно наверно ночью их включают они сейчас даже не не работают блин опять же спешу мульти короче пойдем лучше туда не хочу это сейчас опять до дороги идти ну и плюс по этим сугробам там ледяным вот ну то есть по ютубу да как бы тоже статистика стандартная как и было до этого в принципе какие-то годы да я вам горел было и больше в два раза прибыли но какие-то было и меньше поэтому средние показатели одно отдельное конечно спасибо то что кто помогает платный канал развивать но я имею ввиду не развивать его там особо контента нет а кто подписывается там есть люди уже больше года и даже на самых дорогих подписках хотя сразу говорил что там видео редко бывает бывает это да просто раньше выкладываю видео чем у нас на мой канал или ну бывает да и только туда выкладываю но в основном как бы это тоже для поддержки канала то есть чтобы уж понятное дело мотивации не будет то есть это не так даже как дополнительное понятно и финансирование ну тут главное что мотивация ты знаешь когда есть люди которые да даже согласны за такой хороший контент и платить ну там какие-то деньги но ты понимаешь что это действительно как бы людям надо потому что ну просто так знаете если бы это им не нужно было ну никто не подписывался я думаю вот ну стримов у нас мало в этом году очень мало было весь год их вот практически не было там было всего пару стримов то есть в основном это вот под конец года когда выходные пошли на рождество я немного стремил ну по поездкам да по а ну про youtube я вам не договорил да типа полтора миллиона просмотров но основные просмотры конечно у нас в этом году были в часовой тематике я не знаю почему так или больше внимания уделял или людям то тема больше заходит потому что как бы часовых каналов ну на youtube и очень много просто очень и и самые до топовые видео по просмотрам заход это были все часов тематики там обзоры ориентов у 60 тысяч какие-то еще по часам тоже много набирали но после них тоже всякая магазин и инструменты такое вот такие ну болтологии всякие они в топ и не выходят они там набирают на 1002 и все в принципе вот про youtube я вам рассказал ну плюс у нас уже сайт развивается этом горел какой год уже третий год наверное сайта пошел хорошие друзья там нажал на паузу слишком дофига музыки вот и потом просто все видео из-за какой-то мелодии youtube заблочит ну или по крайней мере монетизацию отключить ну и тут ты не угадаешь ну что бывает монетизация бывает вообще это видео полностью музыка полностью запрещена для каких-то стран когда я вообще вырезать надо заглушать вот про youtube я вам рассказал ну про сайт ну как бы пока там еще нет ну это просто как часть сказать часть всего бизнеса потому что как бы должен быть сайт как бы это имя нашего бренда и когда-то может будет но тоже чё загадывать если есть принципе расходы тушь у него не очень большие это же самое как их можно из налога списать ну с других источников прибыли я вам говорил небольшая реклама там вся ну на самом себе приходит но тут тоже все мелочь она просто там мелочь там мелочь когда везде помелочит ну то в итоге уже так получается нормально сумме если там заход например что а так если когда смотришь конечно то все копейки ну и в принципе и все то что по финансам касается по ну по остальным темам тоже нормально по путешествиям тоже две поездки в каролину думаю неплохо все плодотворно тоже то что пишут в комментах это не обращайте внимание люди которые просто еще не понимают наверное видели дома там и ремонт только на картинках поэтому они думают что там за день что-то делается или такое я реально разговаривал чуваком который тоже он не работает а вот занимается там всякими делами тоже связанными с недвижимостью там с арендой но он не говорит что он свой даже дом в котором он живет он восемь лет ремонтировал сам восемь лет а вы не думаете что за две недели можно к счет отремонтировать нет конечно там даже пока и начинать ничего не стоит но я сразу и говорил про это что это проект долгосрочно долгосрочно потому что я-то рассчитываю по реальности ну какими-то мне там каких-то фантазий дашь вот за месяц и сделал нет конечно постепенно но все делается делается два-три года это минимум а так может и на 5-10 лет растянется потому что все же факторы которые повлияют ты не можешь предугадать что там какие средства будут какие финансы какие доходы вот такой жизни ничего не предсказуемо здесь парковка этих парком райдов там на той горе я гулял когда-то я помню видео было не было вот ну прогулка в принципе тоже видите 45 минут но тяжело ходить из-за чего из-за того что сильно переел завтрак тоже ну это я вам говорил вчера там проехался по некоторым делам мне надо было но в секонд-хенде кстати не был уже вообще давно не знаю может сегодня съездите сон работой секонд-хенде не был но я заезжал за продуктами потому что откуда я знаю какая погода будет я думаю сейчас праздники магазы будут закрыты еще мороз ударит буду сидеть опять без еды короче зашел там тоже по акции там то все взял в основном овощи там такое ну и тоже что-то в итоге 60 долларов я думаю ни фига себе ну ладно и поэтому вот у меня продуктов много я с утра там как по завтракал там и креветок и то еще яйца купил гречку и гречку не купил но она уже была но я его просто ел и с яйцами с креветками там и с салатом и с овощами потом кофе там попил то еще яблоко съел в общем в итоге объелся пупец и сразу после этого пошел на прогулку и тяжело идти уже живут очень сильно заполнен так ладно пока нажму пазу а тут блин красный свет долгий долгий там светофор потому что это же необычная все таки дорога фривейт получать вот в общем это чего хотел ну да еще и перекресток там четыре направления этих машин ну думаю еще тут пройдемся перед уже завершением посмотрим последний ну как бы это получается как сегодня вообще последний день 2021 года друзья то есть все его уже никогда не будет этого года как бы мы хорошо об нем или плохо не думали но мы не знаем что нас ждет 2022 и может быть когда-то закончится через десять лет в 2031 посмотреть это видео и вспомнить какие были планы чё было вообще в этом году как выглядел трейлер парк познаете через десять лет может его уже не будет может это же небоскреба будет стоять этот парк тут образован в пятьдесят каком-то году лучше у меня трейлер пятьдесят девятого парк по моему с 52 то есть по идее тут трейлеры еще стареет моего но ничто не вечно и как бы не трейлер парка когда-то не будет на трейлеров и нас наверное тоже друзья не будет а мы не будем думать часа грустном вот вот тут вообще шикарно шикарно просто шикарно смотрите какая красота все таки это скамейка в можно посидеть здесь просто рай ну там вот рэмп я вам показывал вот там где с каяком плавы ну некоторых людей своих причин у блин посидеть посмотреть на природу подышать свежим воздухом да я вообще могу даже вот так вот телефон прикрепить чтобы не держать и качаться на этой вот эта скамейка на видите скамейка качалка но в телефоне стабилизация но и пытается стабилизировать вот очень конечно хорошо тепло и снежный воздух приятный морозный ну по поводу нового года друзья я конечно желаю вам всего самого лучшего в принципе это то что еще во всех годах желают не слышал чтоб люди там желали чего-то плохого в новый год но самое главное это конечно понятное дело здоровье да для этого как бы не надо мне кажется ставить в приоритетом работу и другие вещи потому что все таки если вы будете болеть тоже не зарабатывать там не заниматься семьей вы уже в полной мере не сможете и в итоге когда человек пытается что-то делать лучше она в итоге получается хуже вот ну да такое у нас вот но единственной стороны народ гуляет по парку пробежками даже заниматься нифига себе да ну конечно исполнение ваших заветных желаний мечтаний вот говорят что надо их загадывать прямо на новый год когда бьют куранты но наверное вы это видео уже посмотрите позже когда новый год пройдет потому что пока я приду домой пока его загружу уже наверное вас будет утро первого числа ну чего еще пожелать не знаю богатство не буду желать потому что я думаю что она не всегда во первых добру потому что иногда наоборот как хорошие люди становятся плохими и из-за богатства она меняет людей поэтому если она вам действительно как бы нужно то наверное само рано или поздно образуется всякая же бывает правильно в этой жизнь ну может она вам и не надо как бы многие то люди в этой в этом мире не богаты и живут вполне себе хорошо и счастлива и ну да я тоже принципе шине богач но я как бы жизнью в принципе доволен в плане того что как бы ну как уже к старости лет тебе уже особо ничего и не надо ты уже все свои функции выполнил в этом мире уже можно в принципе ну как уже и умереть в принципе можно но если еще пока до смерти есть несколько лет то можно тоже как просто отдохнуть знаете уже зачем напрягаться какой смысл все равно все окажемся в одном месте поэтому ты свой план на эту жизнь выполнил можешь отдыхать как говорится свободное плавание вот никто тебя уже сейчас в таком положении в таком возрасте не осудит за то как ты живешь поэтому живите как вам нравится свое удовольствие вот если вы уже считаете что свой долг в этой жизни вы исполнили но ну что еще я хотел сказать блин меня просто солнце это так разморило на этой скамейке что после еды что блин реально я начинаю в сон впадать ну не то что в сон а просто такая как усталость он то нет недавно проснулся вот блин ну красота просто шикарная я говорю камера так просто не передает но так ты сидишь вот этот блестящий снег солнце и вот этот вот воздух морозные тишина она просто так тебя это сама успокаивает и ты понимаешь в эти моменты что вот это вот знаете вот именно такие моменты которые ты в обычной своей суетливой жизни не успеваешь замечать люди же не постоянно куда-то бегут там на работу что-то сумки курюмки машины там дети это вся суета покупки ютубы интернеты хереты работы деньги все вот это вот какая-то короче сплошная канитель а когда ты вот так вот можешь посидеть спокойно расслабиться насладиться природой подышать свежим воздухом тишиной звуками леса звуками птиц понимаете тогда получается что ты понимаешь вот это время которое ты проводишь на отдыхе которое ты проводишь путешествиях которые ты проводишь в природе она на самом деле намного дороже того времени которое это просто бесцельно тратишь на заработки или на какие-то другие неважные дела вот ну и каждый раз ты думаешь вот по какой-то как сказать как по миллиграмму мысли добавляются в твою голову и постепенно ты конечно понимаешь что что возможно ты не какие-то те ценности выбираешь для себя вот но людям сложно как это сказать перейти через какие-то свои устои выйти там из своего круга обитания когда вокруг конечно друзья знакомые которые там тебя напрягают знаете соответствовать какой-то жизни которая считается правильно или как это еще сказать вот а всякие вот утки видите плавают по барабану им на все они просто своей жизнью наслаждаются они плавают в чистой воде холодной прозрачной ловят каких-то там мошек яйца откладывают вот летают куда-то и все они не суетятся они постоянно спокойные расслабленные даже особо и плавать то не надо тут река там лапами чуть-чуть гребешь эти и плывешь по течению также в этой жизни нужно просто войти в струю почувствовать этот поток и не плыть против течения плыть по течению тогда и все само образуется и здоровье и богатство и счастье каждый найдет свое для себя в чем-то что именно для него счастье понимаете а не то что ему внушают там с экрана телевизора или с какой-то еще там пропаганды маркетинга вот в общем надо как я считаю думать больше о каких-то более глубоких вещах вот об утках например поэтому друзья буду с вами прощаться чтобы видео не получилось больше часа поэтому ну хотя и час это и так уже ого-го поэтому ставьте лайки пишите каменты еще раз всех с новым годом с наступающим или уже кого наступившим и конечно друзья всего вам самого лучшего и самого доброго в новом году увидимся на канале ставьте лайки пишите комменты как обычно колокольчик с вами был vision box пока пока